мои хорошие говорила я что я сегодня сниму как у нас проходит день нет не сняла потому что было не до телефона такая все-таки погода у нас все в мире наступила осень осень и зима у нас дождливые вот детки уснули утром они поели маму кашу пару оладиков сейчас попили смесь и легли спать я хотела показать вам что у меня уже зацел декабрист вот один первый цветок господи это что здесь валяется ножка от стола которая осланчик снял здесь у меня два разных декабриста точнее два разных это ярко-красный и розовый сейчас мы с зули будем завтракать зулечка сегодня приготовила оладушки за что я огромное спасибо честно у меня не подруга золото я каждый желаю такую подругу но понимаю что у каждой такая подруга быть не может потому что зулечка одна такая синок спит закрою окошко чтобы шума не было проветрили и хватит у нас очень шумят двери скрипят я не знаю или смазать или что надо делать дочь а здесь спит как всегда спальне вчера купила за хрошки ходунки в фейсбуке увидела наша девочка наша русскоговорящая девочка продает ей не нужны были взяла этого ходунки толкалки против таких ходунков я никогда не была заранее отвечая на вопрос сейчас начнут цепить вы же против ходунков против вот таких я никогда не была вот дочь я потихонечку научиться держать за ней ходить у нас такие были в дагестане остались ой так вот идем завтракать два часа почти сейчас по второму ай маме мамины динозаврики кого из вас первого накормить кому дать творог с бананом они хорошие копытики копытики у нас копытики копытики она у нас снимают обувь хотя нашла способ того чтобы она не снимала эту обувь себя вот так и живем вот оба хотят на ручки кого взять кого взять иди сюда иди сюда иди сюда жизнь мама двойняшка она иди кресло-то одно так они не в кресло хотят они просто на ручки хотят а что это там увидела что-нибудь там все там помидор там перец который он есть там морковка там даже лук там все то что мы едим спицы мед это я буду готовить а их еда стоит там кормить собиралась под замок мне сказали выключаться тем временем зуля варит каши варит готовит парит против что только не делать вкусненькое что-то готовит тут курочка овощи все что нашла в холодильнике апельсин как все таки дала обещает быть очень-очень-очень вкусными сейчас это все пойдет духовочку до без фольги без ничего тогда нет начали с фольгой потом через 20 минут фольгу снимаем и оставляем корочка чтобы было да вот так вот вот так вот сегодня у нас будет вкусный ужин а я пытаюсь выпить чай сын или уже сколько раз пришел и и и и кричал сейчас тоже придет наверно искать мои хорошие сегодня у нас вторник и как бы день базара базар на нашем районе что мы сможем решили точнее я решила что на рынок не пойдем принципе одни и те же цены что на рынке что в супермаркете но супермаркете хотя бы ты сама можешь выбрать продукты сама лично на рынке не всегда дают выбирать это дают это не дают и тем более к вечеру там получается остатки как бы особо выбора и нет топаем супермаркет овощи в основном закончились очень хочу взять посмотреть вот целый день моросила сейчас дождика нет такая хорошая прохладная погодка 16 или 17 градусов сейчас на данный момент ночь конечно будет по похладней вот так вот изюм маркет который недалеко от дома и вы пойдете конечно же вместе со мной вон он виднеется флажочек флажочки видите наша новая фекарня сладости там сегодня здесь в маркете тоже народу бывает немало потому что вторник и пятница здесь скидки как бы не на все на некоторый продукт так цены пожалуйста перец волгарский 450 рядом баклажаны 250 помог там дома думать или не мать делать муж выбирает кабачки 350 так перец красный 650 лимон 395 но я не люблю такой лимон это с мягкой кожуры которые я люблю которых прямо с крепкой кожурой он бывает с твердой кожурой точнее с толстым бывает более кислый один вверх это острые его не ем баклажан вот такой формы 85 огурцы органик написано 495 но огурчики в принципе можно выбрать на рынке прошлый раз брала они были прямо такие знаете мягкие капуста не знаю цена не вижу особенность редко вижу маленького маленького размера белую светлую капусту не тареты зеленая фасоль свежая стучковая 650 килограмм помидоры 595 но они как камни я такие помидоры не люблю хотя есть мягкие тоже можно врать салатовый салат алексей каштан куда дала а он и сна и здесь обычный память огурчики 450 розовые помидоры тарла помидоры это знаете помидоры тарла тарла как перевести там со своей земли что лес огорода вот такие вот помидоры я люблю вот тарла помидоры но их выбирать сложно они обычно побитые такие грязноватые бывают но они вкусные купили совсем немного всего овощи по чуть чуть взяли попратили где-то 50 лет это немного уже стемнело темно 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 розы посмотрите да розы сейчас у нас конец ноября розочки они только-только будут распускаться они то ли 27 дали 28 ноября еще не помню у нас как всегда на балконе окна открыты помните я говорила я по моему предпростудное состояние у меня все нормально все прошло я выпила три раза витамин c аскорбат натрия разделила дозу на три порции и эхинации 10 капель все все хорошо в итоге вот такая вот вкусняшка получилась у золи выглядит очень очень аппетитно муж там ждет слюнки текут когда будет готова хочу будет попробовать я тоже жду я люблю курочку именно вот так вот когда с корочка бывает запеченная не всегда получается в духовке с корочкой иногда бывает просто запекаются но корочки нет а вот сейчас вот курочка именно так как я люблю да тут зихрашка тоже слюнки текут дайте дайте кушать дайте всем приятного аппетита кто за столом привет привет мои хорошие ночь на дворе и я с телефоном в руках снимаю очередную часть вопросы ответы прохожусь по вашим вопросам так здравствуйте в турции зимой идет снег и самый максимальный градус какой да в турции зиму идет идет снег конечно же турции разная зима где-то она теплая где-то она дождливая где-то она с морозами везде разная зима в измери например она дождливая как вы познакомились с мужем и где познакомились старые подписчики наверное помнят мое видео у меня было видео о знакомстве с мужем потом я его закрыла от просмотра потому что честно сказать устала от комментариев которые писали славянские мужчины писали такие гадости думаю что я тоже славянка но пришлось закрыть комментарии познакомились мы с мужем в интернете он мне написал и я ему ответила вы кормите еще грудью детей нет добрый день фатима хочу узнать ваше мнение как вы считаете можно ли найти еще счастье в личной жизни женщине 35 лет с тремя детьми извиняюсь за грамматику я не владею хорошо русской грамматикой спасибо за это заранее написала ольга естественно можно естественно можно можно и в 55 детьми найти свое счастье если если вам суждено этого человека сайте вы его встретите а вообще конечно можно быть счастливой и без мужчины у каждого свое счастье не обязательно что вы должны встретить мужчину какого-то для счастья кому-то для счастья хватает то что у него есть у человека есть дети кому-то для счастья хватает что у него есть кошка или собака кому-то хватает быть одной и просто наслаждаться жизнью путешествовать иметь маму папу братья сестер кому-то хватает что у него есть хорошая желанная работа поэтому как счастье у каждого свое и не всегда счастье зависит от противоположного пола здрасте фатима есть много видео где у вас линзы а если видео где вы например рассказывать почему вы сейчас не носите вам они очень подходили вам они очень подходили но в то же время будто это не вы интересно просто извините если что не так так первая часть вопроса если видео где вы например сказать почему не ношу потому что они мне надоели и когда начал подходить срок я их выбрасывала все у каждых линзы есть свой срок годности во первых во вторых наверное когда у тебя маленькие дети лишний раз что-то на себя надевать те же самые линзы украшения линзы так далее не хочется я эти волосы нарастила лишний раз чтобы укладки не делать как-то так здравствуйте фатима после рождения детей изменилось ли отношения с дочкой мужа но раньше побывала она раньше побывала поняла этот конец на начало отвечу нет у меня отношения с дочкой мужа абсолютно не изменились точно такие же отношения какие были если она мне напишет позвонит я всегда с ней разговариваю точно так же как было раньше так же и осталось мужа с дочкой тоже отношения не изменились Вадима а у вас бывают моменты хандры и всегда затягивается ли это на какое-то время или подавляется зародышей хорошего вам дня моменты хандры хандры нет у меня бывают такие моменты когда меня что-то раздражает бесит но такое бывает а так что депрессия какая-то хандра такое не бывает когда меня что-то раздражает и бесит я смотрю за собой это может моментально пройти а может и длиться несколько дней я должна разобраться что это и из-за чего это когда разберусь тогда разберусь бывает что сразу бывает что день 2 и 3 может понадобиться чтобы разобраться что именно раздражает хандры как таковой нет здравствуйте фатима после скольки лет вы забеременели интересный вопрос 39 лет к 39 годам и заберемела опять у меня холодильник шумит ну давайте бог ему сегодня я не хочу на этом закроюсь очередную часть закрою буду снимать следующую часть всем всего хорошего не забываем ставить пальчик вверху пока пока